Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лица Академии». В ней мы рассказываем о людях, которые своим трудом формируют образ старейшего высшего учебного заведения России — Московской Духовной Академии. И сегодня наш гость — заведующий кафедрой филологии, профессор, доктор филологических наук Владимир Михайлович Кирилин. О чем, как ни о проблемах, говорить с заведующим такой важной для духовной школы кафедрой. О том, какие сегодня студенты, насколько они любят учить латынь и греческий, и о других проблемах мы сейчас будем говорить с нашим профессором. Владимир Михайлович, Вы уже почти четверть века Московской Духовной Академии. Расскажите, пожалуйста, какие были Ваши впечатления, когда впервые Вы оказались здесь в качестве преподавателя? Это 90-е годы. Это не 90-е, это 90-е годы. Да, сентябрь 90-го года я вступил впервые в стены Московской Духовной Академии. Ощущения мои были удивительно радостные, потому что это был для меня неожиданный подарок. Предложение ко мне поступило летом 90-го года, войти в состав корпорации академической, но поступило совершенно неожиданно для меня. Я, в общем, никогда не думал о такой возможности. И, конечно, это предложение было воспринято мною с большим воодушевлением, и я с радостью влился в коллектив. Тогда, конечно, это был несколько другой коллектив в сравнении с нынешним, но все равно это было для меня очень радостно и вдохновительно. Потому что были замечательные люди, была очень хорошая обстановка, необычная по сравнению с... А вот в чем необычность этой обстановки? Вот если сопоставить среду университета и среду академии, в чем здесь есть явное отличие? Ну, явное отличие, во-первых, в простоте отношений, в открытости этих отношений. Но, во всяком случае, мне всегда так казалось, и я думаю, что и до сих пор, в общем, это как-то сохраняется в академии. Это ее отличает, может быть, от других даже духовных учебных заведений. Открытость, откровенность отношений между людьми, легкость, несомненно, основанная на какой-то христианской любви, действительно христианской любви и христианскому отношению друг к другу. Во всяком случае, между членами корпорации. Может быть, там есть какие-то трения между кем-то, но они незаметны. И в основном, конечно, вот, чем меня поразила обстановка в академии, это вот такая легкость в отношениях, открытость в отношениях между людьми. И отсутствие явных каких-то тенденций борьбы взаимной. Ну, это было очень симпатично. Повышенный градус теплоты, душевной теплоты. Да, вот вы нашли точное определение. Вот какая-то душевность и теплота меня здесь встретила. Владимир Михайлович, это замечательно. Слава Богу, что это есть, дай Бог, чтобы это оставалось и дальше. А вот если посмотреть с точки зрения качества образования? Ну, здесь, конечно, ситуация значительно изменилась с тех пор. То есть у вас не было шока от того, что... У меня был шок. У вас был шок. Да, да, и я люблю вспоминать это свое состояние, потому что я пришел с филологического факультета, кандидатом наук, прошедшим филологическую школу. Одним из первых моих предметов здесь был старославянский язык. И попались мне первые мои студенты были студенты третьего курса академии. Уже взрослые люди, уже умудренные опытом. Тогда постарше были студенты, в общем, среди них были уже люди под 30 лет, где-то такие взрослые. Ну, и у меня было идеалистическое представление о том, что да, ну там, знаете, как со стороны мы же и думаем. Ну, вот Московская духовная академия. Это что-то такое, ой-ой-ой. С точки зрения образованности. Почти небожители. И у меня такое же было впечатление. Ну, и я, как преподаватель старославянского языка, решил для себя провести эксперимент или протестировать моих студентов. Думаю, ну, как мне с ними изучать старославянский язык? Я филологический человек, да, вот, изучавший старославянский язык на филфаке Московского университета, пришедший туда учиться филологии. Я прекрасно понимал, что студенты Московской духовной академии, даже будучи умудренными в разных других науках, не имеют какого-то филологического образования. И никогда не имели, может быть, каких-то серьезных филологических интересов. Но мне хотелось определить уровень их подготовленности к тому, как я вообще им должен преподавать старославянский язык. Потому что в определенных аспектах старославянский язык сродни математики, когда там нужно восстанавливать проформы, выявлять историю слова конкретного или словоформы, или морфемы и так далее. В общем, тут есть определенные законы, их надо, в общем, понимать и уметь восстанавливать вот этот процесс исторический, стоящий за каждым существом словом. Ну, эксперимент мой состоял в следующем. Я взял старославянский текст, по-моему, евангельский какой-то, из какого-то старой рукописи XI века. Предложил им небольшой текст, ну, законченный сравнительно, и предложил им сделать традиционный филологический разбор. Синтаксический, морфологический и так далее. И результатами я был просто потрясен. Потому что выяснилось, что вот эти очень симпатичные люди... Почти выпускники. Да, почти выпускники Московской академии с точки зрения филологической абсолютно неграмотны. То есть, доходило до того, что в некоторых ответах, что люди не отличают, ну, простите, подлежащего от сказуемого глагола, от существительного. И уже не говоря о связях слов между собою внутри предложения, о формах каких-то грамматических и так далее. Ну, и я понял, какая серьезная задача передо мной стоит с точки зрения вот того методики преподавания старославянского языка. А преподавать надо было как-то. Вот. Ну, с тех пор, слава богу, ситуация изменилась. Да, Владимир Рахалович, можешь мне поподробнее рассказать? Вот. Вы были свидетелем того, как изменялась ситуация с преподаванием языков не только церковно-славянского, старославянского, русского, современных европейских языков, но и прежде всего с древними языками. Все это происходило уже на вас не только на глазах. Вы были активным участником этого процесса, когда стали заведующим кафедрой филологии. Вот. На ваш взгляд, те цели, которые были определены во время первой, второй реформы духовного образования, они все-таки были достигнуты или относительно? Ну, если сравнивать с результатами предшествующего времени, вот того времени, когда я только вступил в стены Московской академии, то, скажем, реформа 1995 года, она, в общем, достигла своих задач и целей. И на выпуске мы действительно стали получать более образованных учащихся, и выпускников семинария, и выпускников академии. И работы квалификационные, которые они стали писать, конечно, по качеству были лучше. Повысился уровень поступающих в семинарию и в академию студентов, ну, прежде всего в семинарию, конечно же, потому что были ужесточены условия приема в семинарию, и это стало подтягивать людей, соответственно. Ну, как-то более четко были обозначены цели обучения и, в общем, требования какие-то, условия. Может быть, более четко разработана была система обучения. Прежде всего был сделан упор на изучение иностранных языков. Вообще на филологическую составляющую, что немаловажно, и особенно для священнослужителей, которые, в общем, всегда в гуще народной, и, в общем, по определению должны говорить на одном языке со своим народом. Народ задает всякие вопросы, и нужно быть всегда готовыми к ответам. Владимир Михайлович, ну, на Ваш взгляд, не был ли определенный крен в сторону излишнего развития филологического образования в семинарии? Я понимаю, почему это необходимо. Потому что, если нет у человека первичного качественного филологического образования, в академии опереться не на что. И очевидно, что сегодня мы сталкиваемся с серьезной проблемой, когда к нам приходят из других семинарий, региональных семинарий студенты, умные, грамотные, но у них нет никакой филологической подготовки. Но, опять-таки, все-таки ученые — это штучный товар. Его нельзя выпускать, так скажем, потоком. А все-таки у нас, прежде всего, семинария ориентированы на подготовку хороших священнослужителей. И по сей день, ну, есть такое определенное недовольство, как-то возмущение со стороны студентов. Вот, мы пойдем на приход, а зачем нам учить латынь? Я бы хотел начать с такого тезиса. Всем хорошо известна поговорка. Каков поп, таков и приход. Вот, батюшка, вы сказали, что не все же священники служат в городах, в городских храмах, а многие едут, что называется, в глубинку, да, в сельские приходские храмы, где народ попроще и так далее. Но если в таком храме оказывается просвещенный, высокообразованный священник, который не ограничивается только совершением богослужений, там, треб каких-то, да, а еще и разговаривает с людьми, и разговаривает интересно и умно, то кому будет плохо от этого? Ясно, что хорошо от этого будет прежде всего народу Божию, потому что у них будет хороший, умный батюшка, просвещенный, образованный, на которого они будут смотреть не только с уважением, как к лицу, носящему на себе священный сан, да, а к человеку умному, уважаемому, авторитетному. Вот это один тезис, который, в принципе, объясняет, почему нужны образованные священники. А второе я бы хотел отметить вот что. Конечно, не всем надо становиться учеными-богословами и вообще представителями церковной науки какой-то, да, но филология в целом вообще, будь то изучение языков или углубление в какие-то грамматические вещи, в целом филология способствует развитию в человеке чувства слова. Слово отражает мысль. Мысль без слова невозможна. И если человек научается как-то чувствовать слово, его глубину, его ассоциативность, его силу, то он, естественно, изменяется внутренне. Буквально в смысле становится словесным существом. А это очень важно. Особенно для священника. Особенно для священника, который... Служитель слова. Да, служитель слова. Он должен выступать перед своей пастрой с проповедями, с учительными какими-то обращениями к пастрой и так далее. Конечно, есть у нас... Мы знаем хорошо, что есть люди, не обладающие таким даром учительным, в общем, как-то, может быть, даже избегающие вот этой формы служения народу Божию посредством слова. Но на самом деле это неправильно. Все равно, в общем, священник должен как-то поучать свой народ. Тех людей, которые к нему приходят для молитвы вместе с ним. Все равно это процесс взаимный. И даже можно иметь в виду и следующее. Ведь священник не только произносит слово, не только обращается со словом к народу, но он еще должен воспринимать слово, исходящее от народа. Ведь он еще и является исповедником. Он должен выслушивать людей и должен уметь адекватно воспринимать их слова. Понятно, что люди многие своим органом, языком своим не всегда правильно пользуются. Но на то и необходим умный, глубокий священник, исповедник, который мог бы все-таки понять даже то, что человеком не сказано. Владимир Михайлович, вот как вы видите, как заведующий кафедрой, перспективу развития научной деятельности в рамках вашей кафедры? Ну, я вот со своей стороны обозначу, как мне, например, видится, что вызывает некое изумление. Академии, духовные академии всегда были не только центрами богословской науки, но и переводческими центрами. И сегодня мы видим, что эту нишу заполняют вовсе не то, что не церковные люди, а вообще даже зачастую далекие от религиозного пространства. А у нас в академии, в нашей академии, в других академиях, вот как-то не видно высокой активности в плане переводческой деятельности. С чем это связано? Это просто какой-то временный, временная такая задержка? Или это принципиальная установка, что нет, это не наше дело, мы этим заниматься в принципе не хотим? Ну, отец Павел, дорогой, вы задали вопрос, который лично для меня является очень болезненным, потому что ответ на этот вопрос лежит в плоскости вообще тех задач, которые, ну, наверное, должна решать наряду с другими задачами большими церковь в целом. К сожалению, должен констатировать, может быть, я ошибаюсь, но мне так думается, что это все-таки так. У нас, у нашей церкви нет острой, определенно направленной заинтересованности в развитии богословских наук и в использовании наших богословов в этом направлении. Ну, скажем, как в католической церкви. Может быть, нехорошо сравнивать, неуместно сравнивать, но всем нам известны богословские институты, которые существуют в разных городах Западной Европы, и в Америке даже, и в других каких-то государствах. И церковь католическая озабочена в этом. Тратятся на это какие-то средства. Есть богословы с мировыми именами, да. Есть, кстати, вот какая-то целенаправленная, планомерная деятельность, систематически организованная деятельность в поддержке богословской мысли в католической церкви. У нас, к сожалению, этого нет. У нас есть инициативные люди. Но инициатива, она важна и нужна, и без нее вообще невозможно ничего. Но все-таки людям хочется кушать. Поэтому, да, надо поддерживать такую деятельность и организовывать ее на самом деле. Поэтому, конечно, мы готовим специалистов по древним языкам прежде всего. И у нас неплохую подготовку проходят наши студенты. У нас квалификационная работа и на уровне бакалавриата, и на уровне магистратуры. Это работа в основном по переводу. Святоотеческая литература, по комментированию этих текстов, по филологическому комментированию. В общем, это достаточно высокий уровень на самом деле. И действительно сложные тексты переводятся и как-то осмысливаются. Но что дальше-то делать этим молодым людям? Хобби. Дальше это либо хобби, причем хобби, связанные больше с самоудовлетворением. Потому что у нас недостаточное количество научных журналов богословского направления, где бы можно было бы публиковать плоды своих трудов. По пальцам можно перечистить эти журналы. И, конечно, там есть очередь, там не всех принимают. Может быть, следует подумать о какой-то научной коллегиальности. Не групповщине, а именно коллегиальности. Да, среде научной. Ну и прежде всего, чтобы это появилось, нужна воля, целенаправленная. Нужны средства. Средства. Достаточные. Нужно организующее начало, для того, чтобы собрать людей. Людей надо заинтересовать. Не только идеи. Вдохновляющие начало. Да, ну и вдохновляющие, конечно. Людей надо организовать, не только зарядив их идеями, но и стимулируя их труд в материальном отношении. Ну, к сожалению, приходится об этом говорить. Хотя мы знаем, что не хлебом единым жив человек, но все-таки и без хлеба ему сложно выживать в этом мире. Поэтому, вот какие-то такие вещи нужны. Могли бы быть такие глобальные задачи. Например, у нас огромное, двухтысячелетнее наследие христианское, литературное. И греческое, и латинское, и русское, начиная там с крещения Руси. Ну, почему не создать институт, например, который будет заниматься этим огромным наследием? Прежде всего, с целью актуализации этого наследия. Для этого нужны переводы, комментарии к текстам, научное издание всевозможных текстов, планомерная, целенаправленная, систематически, проводящаяся работа какая-то. Ну, у нас есть, конечно, люди, которые занимаются святоотеческим наследием. Там патрологи есть, да? Есть специалисты там. Ну, каждый копается в силу своих возможностей и индивидуальных каких-то сил со своими какими-то предметами по своей, опять-таки, личной инициативе. Владимир Михайлович, в свое время делалась ставка на ученое монашество. Как вы относитесь вообще, в принципе, к тому, что именно ученое монашество может стать таким авангардом церковной науки? Ну, мне скорее представляется это идеалом неким, хотя мы знаем, у нас есть ученые-монахи, их немного, но они есть. К сожалению, это их личная инициатива. Ну, к сожалению, я говорю эти слова, к сожалению, не в связи с тем, что эти люди занимаются наукой. Слава богу, что они и занимаются. Что это их личная инициатива. Да, но они этим занимаются исключительно по собственной инициативе, потому что им лично это интересно. Им лично это важно. То есть, их интерес не встроен в какую-то систему. Вот. Но системы-то нет. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что этим они занимаются только по личной инициативе. Был бы хорошо, если бы у нас были ученые-монахи, сообщества монахов, может быть, даже отдельные монастыри, как бывало даже в прошлом были сообщества. Там, скажем, в Ростовской земле был монастырь Святого Григория, где там совершалось богослужение на греческом языке, где там подвязался когда-то Стефан Пермский, просветитель Пермской земли, вот, вместе с Епифанием Премудрым, где они обсуждали, как пишет Епифания Премудрый, они собирались и обсуждали какие-то тексты, доискивались до смысла самого глубинного, вопрошали отцов и так далее. Ну, то есть было сообщество ученых-монахов, которым важно было знание, христианское знание, как таковое, смысл всего, что было сделано во Христе всеми предшествующими поколениями мыслителей христианских, которые всерьез думали о смысле слова, значении слова, и умели использовать это слово в своей конкретной духовной жизни. Ну, у нас таких сообществ нет, к сожалению. Вот недавно открыто отделение древнехристианской письменности, ведь не так давно ваша кафедра стала выпускающей кафедрой. Вот как вы видите перспективы развития этого отделения? Может быть, оно и призвано стать такой средой, вокруг которой начнется активное движение, пройдет этот процесс кристаллизации богословских умов? Ну, мне бы очень хотелось, чтобы вот наше отделение христианской словесности, не письменности, все-таки словесности, да, потому что письменность более узкое понятие, вот имела какие-то перспективы для дальнейшего развития, но, к сожалению, всех наших выпускников ждет та же перспектива, что и выпускников всех прочих отделений. Либо они... Не востребованность. Становятся, принимают постриг монашеский и уходят в какую-то исключительно духовную жизнь, ну, или там, ну, что связано с их послушанием. Либо они женятся, становятся священниками и погружаются в приходскую жизнь, а она, как известно, затягивает людей. Ну, либо они остаются мирянами и уходят в какие-то церковные ведомства, и их там загружают сверху. Всякой меры, всевозможными послушаниями, и там тоже они пропадают, как возможное светило учености. К сожалению, это так. Опять-таки, импульсы должны встречаться друг с другом. Вот желание служить науке церковной должно встречаться с заинтересованностью церкви в развитии церковной науки, в процветании церковной науки, да, и так далее. Вот эти две импульса должны встречаться, и лампочка должна зажигаться от этой встречи яркая. С вашей точки зрения, когда эта лампочка в истории нашей церкви горела ярче всего? Ну, мне кажется, что в этом смысле, ну, если говорить о филологической науке и об исторической науке, об этом я могу более компетентно говорить все-таки, мне кажется, наиболее в этом смысле благоприятная обстановка была в XIX веке. Это все-таки жизнь Академии под аммофором святителя Филарета Дроздова, который был крайне заинтересован в научной деятельности, он, в общем, как-то держал все время в поле зрения жизнь Академии, он сам был человеком-ученым, он умел ценить ученость, и он поддерживал. И тогда вот обратиться, если к биографиям наших выпускников, ну, это просто блистательная биография, видно, как поддерживали наиболее перспективных студентов, отправляли учиться их и за границу, и там в университет питерский, московский, параллельно учились некоторые выпускники Московской Духовной Академии, в частности, и их возвращали, потом давали кафедры им, и всевозможная поддержка им была. Причем они занимались прежде всего научной деятельностью, и поэтому оставили такое огромное научное наследование. Преподавание, конечно, они были заняты педагогической нагрузкой, но она была невелика. Она была вторичной. Она была, в общем, она отражала их научную деятельность, прежде всего. И при этом была качественной. А научная деятельность была качественной. Ну, другой такой период, может, был еще на рубеже 19-го, 20-го веков, вот тоже рассвет исторической и филологических наук Московской Духовной Академии. И, конечно, эти периоды связаны с личностями, которые были во главе, ну, церкви, если угодно, да, если говорить о митрополитах, которые все на дальний период, ну, по крайней мере, были первыми среди равных. Вот. И, конечно, это нужно иметь в виду и о тех людях, которые возглавляли Московскую Духовную Академию или другие учебные заведения, там, Санкт-Петербург. Ну, конечно, Казан. Всегда все связано с людьми. Если какие-то люди понимают, что развитие наук важно, то они поддерживают это развитие наук. Ну, если не понимают, то замечательно, если не мешают. Вот. Но тут вот все с этим сопряжено. Спасибо большое, Владимир Михайлович, за такое очень сердечное и, я бы даже сказал, с сердечной болью интервью. И хочется пожелать, конечно, и вам лично дальнейшего развития, как ученого, как администратора церковной кафедры и, конечно же, процветания кафедры филологии. Спасибо, дорогой отец Павел, прежде всего, за то, что дали возможность мне высказаться. Ну, и надеюсь, что все-таки деятельность нашей кафедры как-то в каком-то ближайшем будущем начнет появлять себя с большей церковно-общественной пользой по сравнению с сегодняшним моментом. Что ваш глаз не будет глазом вопиющего в пустыне. Ну, будем надеяться на это. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.